Утепление, вентилируемый фасад, новые входные группы. Современные технологии, которые применяются в ходе реконструкции в поселке Петровское, действительно способны творить чудеса. И на примере дома номер 130 это особенно заметно. Но счастье жителей было бы неполным, если бы переделка коснулась только экстерьера дома. Кроме навесного фасада, который видно сразу, тут проведены работы по замене в местах общего пользования оконных блоков, дверных блоков. Полностью заменены внутридомовые инженерные системы. Это электроснабжение, водоснабжение, горячее и холодное, отопление и канализация. Сергей Владимирович Лепешкин, полковник запаса, служил в местной войсковой части. Как многие офицеры и прапорщики, получил квартиру в доме сразу после строительства в 1985 году. Говорит, что к чудесам уже привык, потому что для местных жителей они начались сразу после передачи бывшего военного городка в муниципалитет два года назад. Горячая вода у нас, как передали, сейчас день и ночь есть. Раньше только днем, и то две недели ловишь, чтобы помыться в горячей воде. Второе. Первый год, что я тут живу, эту зиму, тепло было. Единственный пятиэтажный дом в бывшем военном городке Петровская более 30 лет назад был престижным местом жительства. Но годы брали свое, и ремонт стал жизненно необходим. Не последнюю роль сыграла активность местных жителей. Панели были очень изношены, герметизация швов не соответствовала нормативу, были примерзания в квартирах, в общем, очень много было жалоб. Жители, инициативные граждане, они проявили вот эту свою настойчивость и добились того, чтобы все 14 домов были включены в программу фонда капитального ремонта. Всего пару месяцев назад это была обычная типовая панельная пятиэтажка, как сотни тысяч других, построенных во второй половине прошлого века. Теперь только некоторые фрагменты на еще неотделанных участках напоминают о печальном прошлом. Этому дому повезло больше других, потому что на него выделено большее количество денежных средств, чтобы осуществить его ремонт. Жители довольны, дом преобразился, стал значительно симпатичный. Люди шутят между собой, что возросла рыночная стоимость квартир, которую они занимают. Теперь продавать квартиру в таком доме желающих будет куда меньше. Куда привлекательнее стало выглядеть и окружающая территория. Везде новый асфальт, большое парковочное пространство. Часть фасада не доделана, но это дело времени. Сейчас приступили к наружной газовой разводке, замене на наружной газовой разводке. Там как раз фасад не закончен, не смонтировали еще. Из-за того, что газовую трубу будут менять. Потом, после замены газовой трубы, конечно, завершат работы все по фасаду. Кровля дома также будет отремонтирована в ближайшее время. И тогда уже можно будет сказать с полной определенностью. И у дома, и у его жильцов началась новая жизнь. Максим Козлов, Алексей Руднев, Ольга Садовская, Видное ТВ.